Я считаю, что, конечно, направлять ребенка в потребление контента абсолютно необходимо. Воспитательная функция, она в этом и заключается, что ты показываешь, где находится ценная информация, фильтруешь для человека, у которого собственные фильтры еще не сформировались, отфильтровываешь для него информацию. При этом я являюсь ярым противником того, чтобы человека от какой-то неудобной информации защищать. По очень простой причине. Потому что вы таким образом не позволяете ему сформировать собственную защиту, собственные инструменты фильтрации. В итоге, достигнув какого-то взрослого подросткового возраста, он либо объявит вам бунт, либо окажется совершенно не готов с этой информацией работать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, две вещи. Да, самое ценное, что может сделать родитель, это помочь ребенку отфильтровать ценную информацию, чтобы в период становления, в период формирования личности он потреблял не информационный мусор, а что-то, что поможет ему сформироваться как личное. Условно говоря, не сажайте своего ребенка перед Ютубом, не сажайте его пялиться в Айпад. Это буквально жестокое обращение с ребенком. Он таким образом потратит годы наиболее продуктивные в плане накапливания информации на потребление мусорного контента. Самое лучшее, что вы можете сделать, это действительно подобрать какие-то хорошие мультфильмы, если мы говорим о совсем молодом ребенке, чтобы он вместо мусора на Ютубе, посмотрел короткометражки «Гибли», например, посмотрел одни из лучших короткометражек Диснея, не мусорные там про Дональда Дака, которые, скажем так, ценности которых спорные. У Диснея есть очень хорошие короткометражки. Посмотрел их, посмотрел какие-то советские мультфильмы, классно. Отберите книги, которые ребенку будет интересно читать, дайте ему поинтересоваться этим. И в то же самое время, конечно, давайте ему возможность потреблять современную информацию, чтобы он, во-первых, был в контексте, а, во-вторых, погружайте эту информацию в контекст. Есть большая ошибка, которую совершают люди. Они считают, что доступ к тому, что вам кажется вредной информацией, нужно ограничить. Нельзя ограничивать доступ к информации никакой. Ее нужно помещать просто в контекст. Это то, что ребенок не может сделать самостоятельно. У него еще нет этого контекста. Но вы можете помочь ему этот контекст создать, и тогда информация, которая вам кажется вредной, она станет бессильной по своему влиянию. Но это, конечно, требует инвестиции и человеческой, и временной. С вашей стороны что-то, на что, к сожалению, огромное количество людей просто не готово. Большинству все равно, как развиваются их потомки. Я, на самом деле, давно хочу сделать сайт, где я бы вообще отобрал контент из разных совершенно сфер, там и литература, и музыка, и кино, и мультфильмы, которые, мне кажется, лучшим из лучшего. Чтобы за других проделать эту работу, чтобы вы сами могли зайти на канал, на сайт Михаила Светова и посмотреть, а что стоит показывать подростку, а что стоит показать ребенку, когда он совсем маленький, какая есть литература, какие есть мультфильмы, какая есть музыка, которая одновременно бы нравилась, и при этом была бы заменителем того контента, который он сам может найти на Ютубе. Такой подход, мне кажется, наиболее разумным. Это если касается каких-то бытовых вещей, если касается образования, то здесь разговор гораздо более длинный. Во-первых, посмотрите мою лекцию с Джастисом Уокером, которая прошла в новой искренности полтора года назад, где мы подробно рассказываем про домашнее образование. Если у вас есть возможность не отдавать ребенка в школу, в России однозначно не нужно его отдавать. Если у вас есть возможность дать хорошее домашнее образование, попытайтесь это сделать. Опыт, которого у меня не было в детстве, который я создавал сам для себя, когда мне было 20-21 год, объясните ребенку, откуда берется еда, например. Не в смысле, чтобы он не думал, что он растет в магазине. В смысле покажите ребенку живую курицу, и потом вместе с ним доведите ее до состояния супа. Просто на таком уровне съездите на ферму, поживите с ребенком на ферме. Это полезно. Это что-то... Не в смысле, что там нужно жить. Да, я понимаю, что современные условия этого не позволяют. В смысле, на каникулы поезжайте с ребенком на ферму, поживите на ферме, дайте ребенку руками ощутить, что такое жизнь, что такое животное, что такое еда, откуда она берется, для того, чтобы потом у него не было сакрализации животных, у него не было сакрализации еды, чтобы он, ну скажем так, обладал более адекватной картиной мира. Потому что вся вот эта вот леволиберальная безумие, которое мы наблюдаем в больших городах, оно как раз связано с тем, что люди отрываются от реального положения дела, они не понимают, как живут люди в каких-то других условиях, они не понимают, откуда берется их еда, они не понимают, откуда берется благосостояние, они не понимают, что в какой степени города зависят от фермеров, которые эти города окружают. Такие вещи нужно объяснять, чтобы куриная грудка для человека росла не в магазине, а был продуктом жизнедеятельности курицы буквально. Такие вещи, такие вещи нужно объяснять.